В головном мозгу человека есть нервные клетки, которые вырабатывают гормоны радости. И есть нервные клетки, которые вырабатывают гормоны стресса. Соотношение гормонов стресса и гормонов радости 1 к 7. На одну нервную клетку головного мозга, которая вырабатывает гормоны стресса, приходится 7 нервных клеток, вырабатывающих гормоны радости. То есть при нормальной физиологической реакции стресс является стартером, который должен запускать двигатель радости. Например, погналась за человеком собака, у него включились резервные возможности, он перепрыгивает через высокий забор и радуется тому, что остался жив. И радость всегда в 7 раз должна превышать стресс. Вот для того, чтобы не накапливалось агрессия и напряжение, на одну отрицательную эмоцию надо иметь 7 положительных. Вот, собственно говоря, вот в этом все и скрыто. Если человек не может набрать положительные эмоции, он их пытается добрать алкоголем, курением, наркотиками и прочими другими зависимостями, которые на каком-то этапе дают этот подъем, но в конечном счете приведут к тяжелому спаду. Что же делать, как жить в агрессивном обществе? Научиться жить как в сумасшедшем доме. Вот когда человек попадает в психбольницу, он же спокойно там себя чувствует, он понимает, что там все больные люди. Если кто-то выйдет из палаты и что-то ему скажет неприятно, он на него не обидится, но и он скажет, что все спокойно, все хорошо, и тебя вылечит, и меня вылечит. К людям помягше, но проблемы поширше. То есть надо приучаться жить немножко в нашем мире, как в сумасшедшем доме. В этом даже нет никакого преувеличения, потому что мир постепенно сходит с ума. И вот когда вы поймете, что мир это сумасшедший дом, и будете ко всему относиться немножко с чувством юмора, в том числе к самому себе. Знаете, как наши святые юродивые относились. Вот надо быть немножко юродивым, и вот тогда вы сможете жить в этом мире. А если все будете близко к сердцу принимать, ну что же, с кем поведешься, от того и наберешься. Есть такое понятие психиатрии, индуцированный психоз. В конце концов, это безумие, которое вас раздражает, на вас же и перейдет. Поэтому старайтесь на нее не реагировать, относитесь к этому с чувством юмора, не принимайте близко к сердцу, и помните, что надо жить, как в сумасшедшем доме.